здравствуйте друзья 13 августа блеск и нищета не так что вы подумали назову наверное фильм так блеск и нищета колновидных яблонь и др почему я применил слово др потому что на планете нет ни одного колновидной груши ни одной колновидной сливы ни одного колновидного персика ни одной колновидной вишни ни одной колновидной черешни ни одного колновидного абрикоса есть только миф который стоил людям обычно простым вот наивным можно так сказать нет наивной нет все таки у нас же страна всеобщего среднего образования применим другое слово не наивная вот наверное увлеченное вот когда человек говорит не вздумайте покупать у этой фирмы вот это речь шла о той самой ой не буду называть а знаю что обманут а все равно хочу и большинство страдают те у кого и рубля то лишнего нет и так колновидные яблонь они есть они существуют вот для того чтобы яблоня стала а другого начну и так значит блеск и нищета может быть одно название колновидных яблонях а второе название может быть закат какая-то колновидного садоводства но опять же не годится еще и расцвета то не было чтобы был закат должен быть расцвет что же мне делать я тогда лишь вот так ну так как здоровье не очень вот сейчас только пришлось работать саду полдня и дальше силы кончить этого полежу в своем коттедже и запилок вот и досок и вторую полную фирму сниму подойдя к лучи колновидной яблони наверное она лучшая во всей сибири вот на это же ждет закат на ней появились сухие ветки вот это третье поколение а первые два ну раз уже лежу еще раз фильмов я на эту тему снимал несколько и давайте еще раз помним и так примерно тысяч девятьсот девяносто третий год нет вру 83 85 и в это время надо же было такому случиться вот появилась статья статья настолько феноменальная а в то время рассвет был чего давали землю от предприятий давали землю вот 6 соток вожделенных разрешали строить даже эти самые химарки вот люди сошли с ума как же так обыкновенная ветка привитая ветка подчеркиваю ветка не дерево ветка которая больше метра полутора вырасти не могла привитая на специальные подвои которые были палки которые выросли корни будучи воткнутыми в землю и вот это вместе вот это уродливое создание не имеющие ни морозостойкости потому что подвои тоже какое-то при культурные то есть не морозостойкий вот это и все что было на самом деле колонны почему-то давали боковые ветки должна быть одна но зато улеплена чтобы садить их через 40 сантиметров также как помидоры и на одном гектаре выращивать сотни центнеров и все это было подано так что миллионы людей сошли с ума и мы с иногорцы сошли с ума самое время рассвета с иногорского садоводства и мы многого добились у нас были лучшие сады в России почему были потому что этот же журнал как лидер садоводческих журналов и газет России и Советского Союза вот научил людей калечить деревья якобы неправильные неправильными оказались и колонны у них тоже оказались лишние ветки колонна должна быть одна ветка и все если специалисты говорят я вас купил она взяла и начала расти во все стороны ну то есть это же как любое дерево то есть вот так вот во все стороны отрезайте а отрезайте зачем его лишние ветки и вот оказалось что ветки продолжения на которых тоже должны расти яблоки вдруг оказались не нужны вместе с яблоками ну или же это обычно когда еще дерево спит это значит что люди не догадываются что отрезая боковые ветки отрезали будущее урожай вместо него страшная рана вот результат гибель миллионов колонновидных деревьев вот специалисты пытались оправдываться оправдываться нормально а как иначе вот а вы знаете мы вот их выращивали у нас уже получалось но тут же рядом а опять этого нельзя представим себе что работники этого же начали не и а потом весу а потом питомников зная что колонновидные яблоня дороже всех остальных саженцев среднем два раза поверьте мне значу говорю мы покупали москву конца посылали среднем два раза невольно грешили ну а как там эти же витки не отрезать в тихушку из питомника или гсу вот и у себя уже в своем родном огороде саде не привить и вырастить псевдо колонну потому что на что привито уже не имеет значения сами понимаете главное что привито главное междоузлия у него такой вот такой вот такой совершенно между междоузлия это между почками очень близкое расстояние виды до настоящей колонны но кто-то сказал что каждая почка превратится плодушку а плодушка превратится в яблоко вот это теории практик это не так вот спустя 30-35 лет железов начал уже издавать свои законы природы один из них звучит так то что сразу отнимает у колонны право быть лидерами право быть рекордсменами по урожайности и так это звучит так значит урожайность за все годы зависит от площади листьев а вы видели фотографии колонны какой-то год как даст урожай вот и даже нереальный урожай смотришь там листья то почти не видно а если за все годы то получается вот смотрите это не вам это им тем кто морочил нам голову всей стране ну а я не болтун сейчас мы вторую половину этого фильма будет посвящена тем последним колоннам которые у меня еще есть вот а началось все караул узнали адрес и мы с иногорские садоводы нас было человек 20 был среди нас лидер был вот господи дети все оптимисты ужас куда все подевались как правильно на погост и тогда значит скидываемся ребята и ко мне звонят будет скидываться буду меня тогда уже хорошо знал оксана горска допустим этого 35 лет назад допустим 30 35 да нет сейчас скажу 35 30 32 неважно давно это было дела давно минувших дней предания старины глубокие и я забираю свои четыре яблоньки оплатили мы дорогу гонцу туда обратно забирая 4 яблоньки сажают два мертвы сразу сразу вот а два дали просто к осени ну вот полторы спички длиной один такой был вот другой дал одну ветку и эту ветку уже на следующий год срезал ну я все время подчеркиваю я лучший изобретатель города Норильска это мне не дало право считаться селекционером меня когда один же назвал селекционером а на него накидывали с какой железом селекционер а железом не стал выращивать эти клоновые подвои подлинная вещь совершенно подлинная вещь я вам скажу вот если разобраться по нормальному по обывательски вот он просто в лесу выкапывал саженцы не сеянцы в сибирке повторяю саженцы это значит были корневые отводки и когда выкапываешь сразу видно что это огрызок от корня и вот этот на этот огрызок от корня так называемый корневой отводок с виду обычно корни послабенькие но нормальный рост допустим метр вот и самое главное с самого начала в интуитивное чувство надо привать в основание штамба вот в основание в самом низу и тогда у меня колонны пошли и вот то поколение что я вырастил вот довел до урожая фотографии видели много вот 6 метров в высоту 2-3 ведра рекорд 5 ведер это все рекорд не мой личный рекорд всероссийский потому что когда люди садят тысячу в этих же питомниках тысячу покупая тысячу саженцев вот то на эту тысячу саженцев приходится в среднем от нуля до 3-5 яблок в среднем ну вот и все ох и дорогие яблочки получается если их 3 штуки выросло за все за те несколько лет пока замерзет вот это истинная правда после мировых рекордов у меня деревья долго не жили вот хотя на сибирке привиты но все таки колонна это совершенно не морозостойки вот превратив их в морозостойки я смог но это было второе и третье поколение сейчас я делаю перерыв и покажу уже самое последнее это есть закат почему дальше продолжать не буду а и сейчас могу это осенью если буду жив в начале зимы могу срезать ветки и опять вырастить и опять довести до плодоношения но урожайность средняя как у всех яблок это один из моих выводов колонны могут дать столько сколько им позволяет штамп скелет дерева ветки площадь листьев вот природные условия потому что в этом году страшно заморозки ударили вот и у меня допустим урожай есть я даже вот пока я буду идти к колонне я сейчас я встану буду идти к колонне и покажу вам что покажу вам по пути несколько яблок вот вы видите насколько в этом году жильненький урожай нет несколько ведер всегда получается с дерева но все таки это не настоящий урожай но если привив подвой нормальный можно ждать с яблони урожая 10 и 20 ведер у меня и 40 ведер но это уже другая история итак вперед к колоннам последним колоннам в Сибири почему я говорю я обладаю уникальной информацией но среди этой информации нет достоверно покажите мне колонны видел я большой колоновидный сад есть такой увлеченный садовод но если бы видели там только стоять посреди него изуродованного морозами только плакать можно а дальше ну я последний из магикан кто сейчас колоннами занимается в Саногорске я не знаю уже никого последняя колоновидную грушу якобы мне уже близко перед смертью показывал Боднар Борисович сказал ну вот мне грушу по-моему он сказал с Абхазии прислали или привезли знать бы ее судьбу сейчас но его уже нет живых ну что второй раз попытаюсь подняться подняться я пошел